Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана. Спасибо, что вы вернулись на мой канал. Это видео продолжение подбора цвета в мою палитру. И сегодня будет зеленый. К счастью, у меня намного меньше зеленых тюбиков, чем остальных. Вы, наверное, отсюда можете видеть прогрессию моего любимого цвета и нелюбимого, потому что у меня было 22 или 23 желтых тюбика, и всего лишь здесь 8, но на самом деле у меня 9 зеленых тюбиков. Теперь мне из этих 9 надо выбрать 7. Один зеленый я знаю 100%, что я возьму. Это вот этот зеленый, это Daniel Smith Green Appetite. Это их серия, которая называется Primatec. Мне нравится, что этот цвет гранулирует. Сейчас вы можете увидеть этот цвет в приближении, и вы видите, какая красивая грануляция. Вот представьте, вот этим цветом нарисовать дерево или куст, или какую-то поляну, эта краска вот так высохнет, вот с такой грануляцией, и вам больше, в принципе, ничего делать не надо. Живая растительная текстура уже есть. Правда ведь здорово? Так что этот цвет обязательно должен быть в моей палитре. Следующий цвет, который я знаю, что я хочу взять свою палитру, потому что я этот цвет хорошо знаю, я к нему привыкла, это вот этот, Daniel Smith Fudge Side Green. Я так понимаю, что это какой-то минерал, потому что это однопигментный зеленый. Я его использую, когда я рисую портреты. Он дает очень красивые тени, потому что он прозрачный, через него легко проходят предыдущие слои, или наоборот, если он идет первый, а потом на него какие-то более оранжевые слои, более желтые слои, то этот цвет тоже нежно через него проходит и дает очень красивые тени. Так как я люблю рисовать портреты, я хочу взять этот зеленый. Так что он тоже уходит в мою палитру. Теперь мне надо выбрать какой-то цвет из этих трех. Я знаю, что я хочу один Viridian, потому что Viridian это такой сильный зеленый, из него легко сделать, в принципе, любую вариацию зеленых. А также он дает интересные оттенки, когда в него добавляешь ультрамарин. И я вот не знаю, какой из них. Вообще-то фирма Грэмбакер, вот эта фирма, это не моя любимая фирма. Я знаю человека, который рисует только Грэмбакер и доволен, и нравится. Мне нравится Грэмбакер масло. Я считаю, что это одно из лучших. Кроме того, у них очень хороший кастома сервис. Когда у меня какие-то проблемы, я им звоню, и они всегда хорошо отзываются. Они мне присылают замену легко. У них, правда, плохие тюбики. Часто ломаются крышки. Когда я им звоню по поводу тюбиков, то они мне сразу присылают штук 10 новых крышек. Да, это так и было. Я позвонила по поводу двух тюбиков, у которых сломалась крышка. Мне прислали 10 крышечек на будущее. Но он, видите, он не так хорошо размывается. Эта серия, по идее, профессиональная. По крайней мере, когда я покупал эту краску, мне сказали, что это профессиональная акварель. Но она мне чем-то не нравится. Не могу объяснить, но чем-то мне не нравится, что мне надо ее вот это так долго размывать. Все-таки Грамм кажется сильнее, кажется легче размывается. И самое интересное, что не прилипает. Я не знаю, вы помните или нет, желтые и красные были очень липкие у фирмы Грамм. А эта не липкая. Так что я думаю, я возьму вот этот Веридиан. Следующая краска, это вот эта. Салов Грин Дэниел Смис. Хорошая краска. Я не знаю, нужна ли она мне, надо ли так много зеленого. Но это очень хорошая краска. Вообще, Дэниел Смис очень хороший бренд. Если вы хотите купить какую-то хорошую краску, например, и у вас финансы не позволяет, то вы купите три тюбика Дэниел Смис. Основные. Какой-то там желтый, который вам нравится, какой-то красный, который вам нравится, и какой-то синий, который вам нравится. А остальные тюбики вы можете покупать уже более дешевых брендов. Когда вы будете смешивать этот Дэниел Смис с дешевыми брендами, будет выглядеть очень даже профессионально. То есть, этот Дэниел Смис, он облагораживает другие акварели и делает их на вид более профессиональными. Смотрите, какая краска шикарная. Так что, я думаю, что я возьму и эту краску. Теперь у меня есть вот эти три краски. И что у меня делается здесь? У меня уже четыре ячейки занято. То есть, у меня четыре ячейки занято. Мне надо выбрать еще три. И вот эти три идут вот из этих четырех. То есть, один из этих каких-то цветов, из этих красок не войдет. Вот это American Journey. Это у меня свежий тюбик. Я его только сегодня получила. Я хочу его попробовать. Есть здесь такой художник. Его зовут Джо Миллер. Так вот, вот этот Джо Миллер порекомендовал этот цвет. Он его очень любит. Когда он делает какие-либо видео, он все время рекламирует American Journey. Я не знаю, это его личный бренд или он с ними сотрудничает. Цвет красивый, конечно. Они уверяют, что это профессиональный акварель. Здесь две акварели. Два пигмента. Салов Green. И какой-то желтый. Я уже забыла, какой желтый. Видите, какой этот салов цвет хороший. Сколько из него можно сделать. Те, кто любят рисовать растительность, это, конечно, акварель хорошая. Самое главное, что ей тяжело перетемнить. Вот если чисто ей пользоваться. И когда она высыхает вот здесь более светлой, так она вроде как кажется, что типа желтым нанесена. То есть, он дает как оттенок двойной. И желтый, и зеленый. Вот этот цвет, Halbine Hooker Green, я очень много использую. Если, например, у меня была бы лимитированная палитра, и мне можно взять только один зеленый, я бы взяла вот этот зеленый. Потому что из него можно сделать много других оттенков. Но я знаю, что многие любят только один пигмент. А в этом два пигмента. Вот здесь пигмент желтый и пигмент зеленый. Этот пигмент зеленый тоже салов грин. И вот этот зеленый, я тоже его часто использую. Так что я даже не знаю. Ну и сап грин. Вот я положу сюда сейчас сап грин. Все четыре, в принципе, хорошие. Я посмотрю, как я смогу расположить, чтобы у меня вошли все четыре. Просто, что будет один зеленый не в колесе, который я пытаюсь составить. Ну что ж, давайте я повторю еще раз, какие зеленые я беру. Daniel Smith Fudge Sight. Daniel Smith Green Appetite. Gram Viridian. Daniel Smith Sallow Blue. И вот эти цвета. Hullbein Permanent Green. Hullbein Hookas Green. Winsor Newton Permanent Sub Green. И вот эта краска. American Journey Skips Green. Вот я закончила с подбором зеленого цвета. Я сейчас напомню все, что вошло в мою палитру. Вошел M. Graham Beridian Green. Daniel Smith Sallow Green. Hullbein Hookas Green. Hullbein Permanent Green. American Journey Skips Green. Winsor Newton Permanent Sub Green. И Daniel Smith Green Appetite. Потом вот этот мой особый цвет, который я использую часто для создания теней в портретах. Называется Daniel Smith Fudge Sight Green. Вот его тюбик. Он будет отдельно. У меня в этой палитре сбоку есть еще шесть мест, в которые я помещу особые цвета. Цвета, которые я использую в каких-то особых ситуациях. А также, после того, когда я нанесла уже все эти краски, как я их хочу разместить в палитру, и они высохли, то я визуально сейчас вижу, что мне как-то хочется, чтобы вот этот Sub Green отсюда ушел. И поставить его сюда. То есть, вот эти два цвета поднимутся, а Sub Green будет вот здесь. Вот и все. С зеленым цветом. Спасибо вам всем за внимание. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Возвращайтесь на мой канал.